Раскатываем, потом смазываем маслом. Ну, в данном случае у меня сахара нету, посыпаем сахаром, потом это все скручиваем. Московская плюшка от будущего шеф-повара, а пока студенты техникуму кулинарного искусства. Александр Нумолов показывает гостям, вот обычный кусок теста превращается в красивое и вкусное изделие. Все с любопытством повторяют. На мастер-классах, посвященных самым разным профессиям, самарские школьники пробуют делать непрямой массаж сердца, измерять углы наклона на местности, вытачивать детали. Связисты, издатели, медики, геодезисты рассказывают, почему стоит связать свою жизнь именно с их профессией. Глаза загорелись у многих, и у девочек, и у мальчиков. Вообще, как бы, ну, вроде прикладная геодезия, как-то что-то вроде для пацанов, а и девочки загораются, и, ну, творческая работа достаточно. И карты создаем. Мы можем делать обновления на дубль ГИС, Яндекс.Карты. Свои площадки в юношеской библиотеке представляют около десятка колледжей и техникумов. Подруги Дианы и Яна только в девятом классе. О выборе профессии задумываются уже сейчас. Помогает узнавать намного нового, именно расширять кругозор насчет профессий. Мы, по крайней мере, будем представлять, на какое из направлений мы выберем, математическое или гуманитарное. И это поможет нам определиться в будущем. Им кажется, что, допустим, кулинар исключительно занят тем, что там украшают тортики. На самом деле там сложные технологические процедуры. Это тоже надо понимать и видеть, сколько это стоит терпения, труда. То есть увидеть профессию на более близком расстоянии. По мнению организаторов мастер-классов, метод проб самый верный. И именно он помогает школьникам в дальнейшем сделать правильный выбор. В следующий раз познакомиться с профессиями всех мастей школьники смогут осенью. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.